МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в «Огровестнике» знакомимся с начинающими, но поддающими большие надежды фермерами. Доброе утро! На поддержку фермера в этом году выделено почти 54,5 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Сумма гранта существенная – полтора миллиона начинающим фермерам, от трех до шести с половиной миллионов – семейным животноводческим фермам. Последние использовать грант могут на строительство или модернизацию хозяйства, приобретение техники или животных. Купить племенных коров решили на семейной ферме в Веневском районе. Эта ферма была построена всего за год буквально в чистом поле. Сейчас есть и электричество, и свои скважины, и комфортные условия для животных. Глава крестьянско-фермерского хозяйства с семьей живет здесь же. У меня отец тоже занимается с этим фермерским хозяйством. Правда, он азербайджанин, но из детства выросли, там видели, коровы всегда этим занимались. Поэтому я тоже решил, что продолжит отцу дела, но мне самому интересно. Дело своего отца Эльдус продолжает в России по одной простой причине – хороший рынок сбыта. Да и с землей проблем нет. Сейчас у хозяйства около 500 гектаров. Пока задействована лишь половина площади. Остальное из числа так называемых неиспользуемых сейхозземель вскоре также придут в порядок. Тогда будут на полном самообеспечении, в том числе и по кормам. В планах у нас строительство молочного цеха по переработке молока. Почему? Потому что все-таки спрос у населения есть, именно молочной продукции. Значит, планируем производить сыры твердых сортов. Пока свою переработку мы еще не начали, не наладили. Поэтому будем заключать договора с близлежащими молочными комбинатами. Ставка в хозяйстве на коров сементальской и айширской пород. Молоко жирностью 4,5% идеально для приготовления сыров. К 2020 году здесь планируют выйти на полную мощность. Тогда будет почти полтысячи голов крупного рогатого скота. Увеличат стад уже в ближайшее время за счет средств гранта Минсельхоза. Его получили как семейная животноводческая ферма. Здесь трудится еще брат индуса, а жена является главным агрономом. Кто знает, возможно, и его сын продолжит дело своего отца. Племяное хозяйство, экопродукция и агротуризм. И все эти направления решил реализовать на своей земле один из начинающих фермеров Заокского района. На средство гранта крестьянин, как и наш предыдущий герой, решил закупить племенных животных. На Заокских просторах такое нежное общение человека и животных гармонично, как нигде. За Максимом Гончаровым, начинающим фермером, его четвероногие следуют по пятам. Отчасти это особенность нубийской породы коз. Молоко от них, а еще от заанинских коз и айширских коров станет сырьем для производства сыров. 25 лет проработал директором школы. И, во-первых, душа потребовала быть на природе, общаться с животными. А самое главное, я вижу, что начали есть люди, что начали есть дети, то, что, ну, наверное, человек не должен кушать. И в связи с этим возникла идея создать экоферму, на которой производить собственные продукты для детского питания. Будет свое небольшое молочное стадо. Мы будем делать творог, сыры. Сыроварный заработает уже осенью. Фермер планирует получать в день около 400 литров молока. Сыра из этого количества 40 килограммов. Цена за натурпродукт приемлемая – от 350 рублей за гауду. Не забудут здесь о ценителях пармезана. Стоимость за килограмма – тысячи целковых. Но ни одним сыром будут жить. Это наше опытное поле по картофелю. Мы посадили 16 сортов картофеля с тем, чтобы вырастить свой посадочный материал и уже на следующий год засадить несколько гектаров вот такого разнообразного картофеля, начиная от обычного желтого-белого картофеля и заканчивая синим картофелем, который используется в такой элитной кулинарии и является более полезным продуктом, но диковинным пока для России. Вся продукция фермера будет под знаком эко. Конечно, цена чуть выше средней розничной, но, как считает Максим, здоровье – это не то, на чем следует экономить. Потом больше отнесем в аптеку. Убедиться в экологичности продуктов сможет любой желающий. В планах у фермера развить агротуризм. На сегодняшний день в области работает более 500 крестьянских фермерских хозяйств. Треть из них уже получила и реализовала грант именно сельхоза. Так, к примеру, на территории Большой Тулы работает и к тому же успешно страусиная ферма. Свою деятельность они начали всего с шести страусов, всего у них почти 30. Грант, полученный в прошлом году, израсходовали на строительство и благоустройство в хозяйстве. В июле планируется торжественное открытие своего магазина и запуск на ферме агротуризма. Семейная животноводческая ферма Диардиичук, сделавшая ставку на коров головейской породы, грант получили в 2014 году. Материальная помощь пошла на реконструкцию фермы. Сейчас бычков продают на откорм, телочек же оставляют на воспроизведение потомства. К тому же полностью обеспечивают своих животных кормами. В собственности больше тысячи гектаров земли. Соседка семьи Диардиичук в Кимовском районе, фермер Наталья Воронина получила грант Минсельхоза в прошлом году. Дополнительные средства от государства лишними явно не стали. Пение птиц, свежая трава и необъятные просторы. Этим буренкам можно только позавидовать. Они же в свою очередь теперь главные кормилицы семьи Натальи Ворониной. Начинала фермер с овец, но молочное направление намного перспективнее, так что сейчас переходят на коров. К тому же деньги гранта Минсельхоза позволили закупить необходимую технику. У нас трактор, косилка, ворошилка, потом и пресс-подборщик. Вот полностью у нас ушли, плюс наши еще средства были вложены, как раз все ушло на приобретение техники. Плюс мы теперь со своим сеном ничего не закупаем, мы, значит, все делаем сами. Сейчас 11 коров дают около 300 литров молока в сутки. До какого? От некоторых буренок получают молоко жирностью 5%. Сотрудничают с Рязанским молокозаводом. Наталья говорит, дают хорошую цену, плюс доплата за жирность. За качеством продукции в хозяйстве строгий контроль. Фермерские хозяйства мы как объединились в кооператив. И решили приобрести вот такой аппарат на свои личные сбережения. Это охладитель молока, самый современный. Мы таких вот только начали выпускаться. Три дойки полностью компьютизированы. Автомат там охлаждает очень быстро молоко. Прямо парной даже выливаем в течение двух минут. Уже температура 4 градуса. Сейчас в кооперативе состоит 15 кимовских фермеров. Все вместе они производят до 2 тонн молока в сутки. Сдают сырье не только на завод, но и продают местному населению. Впрочем, программу импортозамещения тоже никто не отменял. Уже в следующем году Наталья планирует увеличить стадо в 5 раз, соответственно и увеличится производство своего местного молока. Сегодня к сельскому хозяйству особое внимание. Во многом этому поспособствовали санкции. Нелегкий, но столь нужный труд крестьян стали поддерживать финансово, а в условиях импортозамещения многие сельхозпроизводители расширили рынки сбыта. Селяне в шутку говорят спасибо санкция. Не могу с ними не согласиться. Действительно, свое местное. Теперь на прилавках магазина видим все чаще, а это не может не радовать. Всего доброго. следует. Селяне в шутку. Селяне в шутку. Всего доброго. Всего доброго. С